Переходим к заданию 3036, самому любимому заданию. И, ну, оно любимое в кавычках неспроста, это задание высокого уровня сложности. Давайте его рассмотрим. По формату оно называется Multiple Choice. Что такое Multiple Choice? Это когда у нас, ну, к примеру, данные пропуски, и, собственно, есть выбор какой-то, множественный выбор. Это есть Multiple Choice из разных вариантов. То есть мы выбираем определенный вариант ответа. Казалось бы, о боги, какая прелесть! У нас есть варианты ответа, за нас их придумали. Но здесь, знаете, сколько нужно в голове держать. Лексики. То есть наша цель на этот учебный год учить много-много лексики. Фразовых глаголов отщелкиваем и отсчитываем. И здесь тоже не выучить целым списком. Это все нужно делать в привязке к лексическому топику и просто постепенно в контексте все это изучать, вводить в речь и так далее. Практика. Practice makes perfect. Колокации. Устойчивое сочетание. То, что здесь встречается. То есть то, что не поддается логике. И, условно говоря, или вы знаете это, или не знаете. Дальше. Какие-то слова, которые легко можно спутать друг с другом. Базовые. Make, do. Казалось бы, и то, и другое делать. Но, опять же, в зависимости от контекста. Может быть, это какое-то устойчивое сочетание. Да, почему make the bad? Почему не do the bad? Заправить постель. Почему? Потому что это они так придумали. Мы просто учим, заучиваем. Мы должны об этом знать. Идиомы. Предлоги. Глаголы с предлогами, существительность предлоги, предлагательность предлогами. Все тоже чаще всего не поддается логике. Просто должно быть в вашей голове, в вашей коробочке. Собственно, что важно, ребят, вот так выглядят задания. Каким образом выполнить задание? Это максимально эффективно, продуктивно, без ошибок. Есть один трюк. Рассказываю про него. На экзамене обязательно им воспользуйтесь. Когда вы читаете текст целиком, точнее, первый шаг, это прочитать весь текст целиком, не обращая внимания на пропуски. Да? Вот, вы видите. То есть здесь вот варианты ответов. Их даже можешь не рассматривать. Почему? Воспользуйтесь опцией, так называемой лингвистической догадкой. То есть когда вы читаете и размышляете, а что бы я здесь поставил? Что бы я здесь использовал? И так нужно прочитать весь текст целиком. А этот первый шаг, он поможет вам убрать возможность ошибки. И, конечно же, приступаем к практике. Помните, это задание может даваться не сразу по объективным причинам, особенно если не такой широкий словарный запас. Просто нацельтесь на продуктивную, полномерную работу, и все получится. Все просто нарабатывается. Обязательно учите лексику каждый день, понемногу. Это круто продвинет вас, и все получится. Я вас верю. Практика, практика.